Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, которые посетили наш Дом молитвы, братья и сестры, друзья, которые имеют возможность быть с нами сегодня в прямом эфире. Вход в Иерусалим Иисуса Христа является одним из главных событий последних дней Его земной жизни и представляет чрезвычайную важность для всех нас. Этот день, в ход Иисуса Христа Иерусалим, положил начало величайшим событиям, связанным с Его искуплением. Предательство, Гепсимания, Голговский крест, славное воскресенье. Вы знаете, этому событию все четыре евангелиста, четыре евангелиста придают очень важное значение. Общая картина мы хорошо знаем, я только напомню. Небольшая группа учеников, которые окружали Иисуса Христа, с горы Елеомской, направляясь к Иерусалиме, к Иерусалиму. Что-то произошло среди народа, нужно отметить, что это были особые дни, потому что люди, паломники, пришли в Иерусалим для праздника предстоящей Пасхи за неделю. Были тысячи и сотни людей, которые окружали. И вы знаете, что-то произошло в народе, мы понимаем, это не было искусственно, никто не давал знак какой-то, вы знаете, никто не был подготовлен к этому. Но люди, когда увидели Иисуса Христа на осле сидящем, и ученики вокруг, и началось особое движение, особое прославление, осана, хвала, поклонение, неслись из уст людей. Знаете, вся эта внешняя атмосфера, которая царила в тот день вокруг Иисуса Христа, вокруг этой церемонии, она как-то располагала к радости, к торжеству и к ликованию. То есть, внешне, если бы мы оказались свидетелем и находились там, возможно, мы бы тоже присоединились и тоже славили, величали Бога и Иисуса Христа. Но, вы знаете, мы уже отмечали сегодня, брат Владимир обращал на это внимание, что поведение Иисуса Христа, царя истинного царя, побуждает нас искать ответы на непростые вопросы. Что происходит? Почему царь плачет? Что должны были узнать народ иудейский, что служит их миру, говорит Иисус Христос? Почему это было сокрыто от их глаз в тот день? Это непростые вопросы. Это очень сложная и сильная эмоциональная сцена приоткрывает завесу, что-то должно произойти. Произойти не только сейчас, но должно произойти что-то в будущем. И это только начало многих других событий, связанных и с Иерусалимом, и с народом израильским. Знаете, братья и сестры, каждый год, когда мы отмечаем этот праздник, вход Иисуса Христа в Иерусалим, слушая проповеди братьев, готовя сам к проповеди, я каждый раз для себя отмечал одну какую-то особенность. Было какое-то чувство, знаете, когда читаешь всех четырех евангелистов, внимательно анализируешь, сопоставляешь с ветхозаветними пророчествами. Я замечал, что этот праздник, это событие отличается от последующих событий, которые должны произойти на следующей неделе, я имею в виду страдания Иисуса Христа, какой-то незавершенностью. Чего-то очень важного, что отношения Иисуса Христа с Иерусалимом, как с городом, как со всем народом, должны иметь какое-то продолжение. То есть, когда мы смотрим на эту ситуацию, как-то, знаете, вот даже по-божьему, когда Господь что-то делает, Он делает основательно. Но если Иисуса Христа распяли на Голговском кресте, Он не остался во гробе, и мы будем отмечать в следующее воскресенье праздник воскресенья, Пасхи. Если Иисус Христос воскрес из гроба, доказал свою власть, силу, мощь, да, и мы действительно радуемся, видим какая-то Божья логическая завершенность, мы видим, будем отмечать и события вознесения нашего Господа, когда Он вознесся во славе, вознесся на небо. Мы также знаем, что Господь вернется в славе, вернется за церковью, и это тоже имеет какое-то логическое завершение. Но вот это вот событие, вход Иисуса Христа, видимое, внешнее, торжество, праздник, а Иисус плачет, приводит, лично меня приводило в какую-то немножко растерянность и непонимание, Господи, что не так? Что-то пошло не под контроль на Тебе? Что за этим должно быть? И вот это слово, еще раз хочу подчеркнуть, чувство какой-то незавершенности. Бог должен что-то делать дальше. И это побудило меня немножко глубже рассматривать эти события. Даже когда мы смотрим, братья и сестры читали сегодня Евангелие от Матфея, 21 главу, это ее повествование об этом событии. Но обратите внимание, 23 глава, последние три стиха, как будто продолжение этого события. Я хотел бы вместе с вами прочитать. По сути дела, 23 глава, это очень важно. Глава, она посвящена тому, что Иисус Христос обращается к лидерам Иерусалима, к религиозным лидерам. Он обличает их. Мы слышим семикратное «Горе вам!» А в заключении мы слышим «Суд!» Суд для Иерусалима. Читаю вместе с вами 23 главу Евангелия от Матфея, последние три стиха, 37, 38, 39 стих. «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать тебя, собрать детей твоих, как птица собирает птицов своих под крылья, и вы не захотели, все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен горядынь во имя Господне». В земной жизни Иисуса Христа Иерусалим, братья и сестры, занимал особое место. Иисуса Христа принесли в Иерусалим, помните, когда обрезание было совершено, когда взял его старец на руки, благословил Симеон. Помните Иисуса Христа, который был подросток, с родителями пришел на поклонение. И когда родители искали его, нашли чадо, что ты сделал с нами, помните его слова. «Неужели вы не знали, что мне принадлежит быть в доме Отца, там, где мне должно быть?» Я думаю, что каждый год Иисус Христос приходил на эти праздники. Он проповедовал в храме. Само понимание, что Иисус Христос и храм, это, знаете, когда читаешь, вот олицетворять что-то, нечто одно целое. Бог, пришедший во плоти, пришедший на эту землю, находится в храме, в доме Божьем и проповедует. Это было удивительное время, когда Иисус Христос находился постоянно, жизнь его была сопряжена с городом Иерусалимом и с храмом. Мы слышим Иисуса Христа слова, что Он хотел неоднократно собрать детей твоих, обращается к Иерусалиму, как птица собирает тенцов своих под крылья. Это были, наверное, какие-то тоже особые моменты, но со стороны людей, со стороны народа было противление, нежелание, и ответ вы не захотели. Эти слова показывают нам сердце Иисуса Христа, Его любовь к своему народу. Он уже, как я сказал, не первый раз в Иерусалиме. Он многократно посещал Иерусалим и много раз взывал к равнодушному народу, но они не захотели. Какое роковое и трагическое решение принял народ израильский в день Его посещения, в день, когда Он входил в Иерусалим. Иисус Христос пришел к своему народу в любви, предложил им царство, которое давно обещал им Бог, но не отвергает царя и отвергает это царство. Нужно отметить, что привилегия, которой был удостоен Израиль, была абсолютно уникальна в истории человечества. Ни один народ во всем мире не обладал вот этой привилегией называться народом Божьим. Но вот эта привилегия называться народом Божьим накладывает и большую ответственность. Ответственность, прежде всего, за признание Христа как Мессии, как Царя. В этот день они не захотели. Иерусалим слышит приговор. Иисус Христос обращается к Иерусалиме. Обратите внимание, в 38 стихе «Се оставляется вам дом ваш пуст». Обратите внимание на вот эти слова. Буквально несколько дней тому назад Иисус Христос, находясь в доме, в храме, помните, Он говорит, «Дом мой», «Дома молитвы наречется», «Дом мой» называет его. Сейчас Он называет этот дом ваш и оставляет его пустым. Что это значит? Какая-то трагедия. Дом ваш оставляется пуст, без присутствия Бога, без Его защиты, без Его благословения. Говорят ли эти слова об окончательных, прерванных отношениях с Иерусалимом? Братья сестры, мы видим, что нет. Мы видим, что последний стих этой главы, который мы прочитали, открывает для нас будущее Иерусалима. За этими словами Иисуса Христа открывается какая-то особая тайна, особый трудный путь Израиля и Иерусалима для Его полного прозрения, восстановления и покаяния. Я еще раз повторю свою мысль о том, что размышления об этом празднике, сегодняшнем событии, создает впечатление, твердое убеждение, убеждение незаконченности, незавершенности в вопросе города Иерусалима и отношения с народом израильским. И вы знаете, отвержение Иерусалимом своего царя, Мессии, не послужило препятствием для полного отпадения народа Божьего. И помните, апостол Павел вспоминает вот такие слова и посвящает целую главу, 11 главу послания к римлянам этой теме, этому вопросу. И в 25 стихе послания римлянам 11 главы он задает вопрос, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени. Он открывает, что что-то будущее открывает, что-то будет особенное. Вот это ожесточение, в котором находился народ израильский, это до времени какого-то. У Бога есть план для Иерусалима, для всего народа. Я хотел бы вместе с вами сегодня очень кратко остановиться на трех важных истинах. который касается города Иерусалима и народа израильского. И мы поставим, зададим три вопроса. Три вопроса будут звучать следующим образом. Первое. А что ожидал Иерусалим после того, как отвергли своего царя? Что ожидало город Иерусалим и Израиль после того, как они отвергли своего царя в день, когда он предложил свое царство, предложил мир, предложил свою милость и благодать? Второй вопрос. В каком состоянии находится Иерусалим и народ израильский сейчас, в наше время? И третий вопрос. А что ожидает Иерусалим в будущем, спустя нашего времени? Что ожидает Иерусалим? Какая его перспектива? Итак, первый вопрос. Что же ожидал Иерусалим после того, как они отвергли Христа? Братья и сестры, когда мы изучаем историю израильского народа и города Иерусалима, в частности, мы будем поражены. Ни один народ, ни один город в мире не был подвержен такой жестокости, разрушениям, насилиям и беззакониям, которые были обрушены на этот город и на этот народ. Подчеркиваю, ни один народ во всем в мире. И вы знаете, исторических примеров очень много. Мы сегодня остановимся на несколько. И первое из них – это разрушение Иерусалима. Об этом Христос сам предупреждал Иерусалим в день входа в Иерусалим. Евангелие от Луки, снова читая этот текст, который сегодня звучал, 19 глава, 43 стих. «Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, стеснят тебя отовсюду и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе за то, что ты не узнал времени посещения, посещение твоего». Эти слова Иисуса Христа были пророческие слова. Что случилось и случится с Иерусалимом? Прошло всего 40 лет, и в 70-м году, как известно, в 70-м году после Рождества Христова Иерусалим оказался в тяжелейшей осаде. Дело в том, что в это время был праздник Пасхи, подготовка к празднику Пасхи. История говорит, что около 600 тысяч иудеев пришли на поклонение в Иерусалим. И началась осада Иерусалима. Римский полководец Тит со своими войсками подошел и окружил город. Перед опасностью люди закрыли ворота в Иерусалим, и город оказался в полной изоляции от внешнего мира. Подчеркиваю, внутри города находилось около 600 тысяч людей. Пять месяцев Иерусалим находился в полной осаде. Приходили тяжелейшие сражения, не хватало пищи, не хватало воды, начался жестокий голод. 600 тысяч людей. Начались болезни. Начались эпидемии, которые насилили тысячи жизней ежедневно. Город напоминал живое кладбище, потому что каждый-каждый день негде было хранить людей. И сотни-сотни людей лежали просто на улицах города Иерусалима. Спустя пять месяцев римские войска взяли штурмом город, сравняли его с землей. Как известно, храм был разрушен, не оставалось и сожжен, не оставалось камня на камне. История говорит, что около 500 тысяч иудеев погибли в этой страшной осаде Иерусалима. Иерусалима. Все оставляю ваш дом, ваш пуст. Это было страшное время. История говорит, что за время войны, иудейской войны, историк Иосиф Флавий пишет, что с 66 по 73, включительно эти годы, в 70 году было разрушение Иерусалима, но с 66 по 73 год, в период иудейской войны, римляне уничтожили, обратите внимание, 1 миллион 100 тысяч евреев. 1 миллион 100 тысяч евреев за это время. Я хочу провести некоторые исторические данные тех событий, которые сопровождали Иерусалим и израильский народ. Их будет только несколько, братья и сестры, из большого перечня. В 132 году, в 132 по 135, за эти несколько лет, во время восстания так называемого Бар Кахбы, сын звезды он назывался, этот человек, римский кесарь Адриан, жестоко расправился восставшими иудеями, и было умерщвлено более 500 тысяч евреев. На протяжении всей истории, еще раз подчеркиваю, не было такого народа, который бы подвергался таким жестоким гонениям. Императоры и цари издавали указы об изгнании и уничтожении евреев. Они оказывались людьми без прав, без своей рода, без племени, без своей земли. В 1096 году миллион 200 тысяч евреев только было убито в Германии. В 1290 году выходит указ об изгнании евреев из всей Англии, всей страны Англии. В 1935 году выходит указ об изгнании евреев из Франции. Этот закон действовал до 1794 году. В 1348 году по всей Европе распространилась страшная болезнь, которую мы знаем как чума, инфекционное заболевание, которое уносило десятки и сотни тысяч людей. Вы знаете, кого обвинили в распространении этого заболевания? Нетрудно догадаться. евреев. И началось страшное уничтожение. Было уничтожено более одного миллиона евреев, как в наказание за то, что они распространили эту болезнь. В 1905 году в царской России начались погромы среди евреев, унесших жизнь более ста тысяч евреев. Но, пожалуй, самый трагический период истории израильского народа пришелся на период Второй мировой войны. За эти годы начиналось начало войны и окончание ее. Еще даже раньше было уничтожено более шести миллионов евреев. Просестры, это только очень маленькая, очень краткая информация за тот огромный период истории, что пришлось пережить Иерусалим израильского народа. Просестры, когда я готовился к этой проповеди, внимательно читал историю всех этих событий, меня не покидала мысль. Следующее, поделюсь. Господи, неужели такая высокая цена пришлось заплатить за то, что Ты не принял царя? Господи, почему? Почему такая высокая цена была заплачена? Неужели высокую цену нужно было платить, потому что народ отверг и не принял царя за то, что Ты не узнал времени посещения Твоего? Знаете, я не нашел ответ. Почему? Потому что понимаем, что Бог есть любовь, Бог благ, Бог много милостив, Он прощал и прощает. И, Господи, когда Ты знал, что наперед, через неделю, Господь Иисус Христос отдаст Себя за грехи всех людей, в которых будут включены и грехи евреев, и предательства Иуды, Петра, и все злодеяния, которые будут совершаться, Господи, неужели в Твоем милосердии, в Твоем любви, Твоей благости не нашлось места для Иерусалима и для Твоего народа? Почему это так? Братья и сестры, у меня нет ответа на эти вопросы, сложные вопросы. Я не знаю, почему это так. Этот избранный Божий народ, почему его такой путь? Но вы знаете, братья и сестры, рассуждая об этих вопросах, я заметил одну очень-очень важную особенность, хотел бы тоже кратко поделиться. Вы знаете, когда мы исследуем историю израильского народа, мы видим одну особенность. Всегда народ Божий, народ израильский противился Богу. Всегда противился Богу. Когда мы смотрим книгу пророка Исаия, хотел бы поделиться немножко кратко. С книгой пророка Исаия, если у нас есть Библии, давайте мы откроем их, первую главу. Первую главу, и обратите внимание, еще тогда Бог обращается к Своему народу и дает оценку Ему. Мы прочитаем с вами с первого стиха. Давайте с третьего, чтобы сохранить время наше. С третьего стиха книга пророка Исаия, третья глава. Вол знает владителя своего и осел, если господина своего, а Израиль не знает меня, народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные. Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что и возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здравого места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и не обвязанные и не смазанные елеем. Братья и сестры, вот состояние народа, народа, который Господь особо избрал и Господь благословил. Обратите внимание на 65-ю главу книги пророка Исаии, на несколько стихов, второй и третий стих, книга пророка Исаии, 65-я глава, на второй стих, обратите внимание, и третий, всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым по своим помышлениям. Третий стих, к народу, который постоянно оскорбляет меня в лицо. Братья и сестры, вдумайтесь в эти слова, народ, который постоянно оскорбляет Бога в лицо, не человека, святого и праведного Бога в лицо, каким образом, говорит, приносит жертвы в рощах, сожигает фемиам на черепках. Четвертый стих, сидит в гробах, ночует в пещерах, ест свиное мясо, мерзкое варево в сосудах у него, который говорит, остановись, не подходи ко мне, потому что я свят для тебя, а не дым для обоняния моего, огонь, горящий всякий день. Вот что написано при лицо моим, не умолчу, но воздам, воздам недра их. Братья и сестры, и когда размышления, вот этого отношения народа израильского к Богу меня приводит к другим вопросам. Господи, зачем ты продолжаешь работать с этим народом? Как велика твоя любовь, что ты не оставил, и как велика твоя благость за то, что Иисус Христос в этих же стихах, которые мы с вами сегодня прочитали, Евангелие от Матфея, обратите внимание, 39 стих, 38 стихом не заканчивается слова Иисуса Христа, 39-м говорит, «Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядынь во имя Господнем». Есть надежда. Бог говорит, «Я буду заработать, я закончу, и придет кульминационный момент, когда воскликните, благословен грядынь во имя Господнем». Что происходит с Иерусалимом сейчас? Что происходит с Израилем сейчас? Ответ следующий, он по-прежнему в отступлении. И это один из самых сложных вопросов для христиан всего мира. Знаете почему, братья и сестры? Возникает вопрос, каким образом сложилось так, что народ израильский, Иерусалим, где происходили вот эти величайшие события, которые являются сегодня историей. Куда стремятся попасть и приезжают миллионы туристов, чтобы увидеть, чтобы прикоснуться к святыне, побыть, увидеть своими глазами. А евреи не принимают. А евреи не принимают царя. Не происходит покаяния, не происходит принятие Господа в свое сердце. И возникает вопрос, как апостол Павел снова задает к римлянам в 11 главе, «Итак, спрашиваю, неужели Бог отверг народ свой?» И он говорит категорично, «Никак». 11 глава, братья и сестры, к римлянам посвящена теме отпадения Израиля. И это очень важно для нас с вами. Почему Бог в отпадении Израиля народа что делает? Совершает нечто удивительное. Обратите внимание, 11 стих 11 главы римлянам. «Итак, спрашиваю, неужели они приткнулись, чтобы совсем отпасть?» Мы снова читаем категорический ответ, «Никак». Но от их падения, братья и сестры, спасение язычникам, чтобы возбудить в них ревность. Бог направил истории искупления таким образом, чтобы в период отвержения и отпадения народа израильского были открыты двери и границы для миллионов язычников. Чтобы в период этот Бог созидает особый народ Церковь Иисуса Христа. И мы являемся, братья и сестры, частью народа Божьего Церкви Его. Интересно, что апостол Павел в 11 главе, если можно, в римлянам 25 стихом 26, он говорит по 27-й ключительность 25-го. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, в тайне сей, что вы не мечтали о себе, что ожесточение в Израиле произошло от части до времени. До какого времени? Пока войдет полное число язычников». Итак, 26 стих, обратите внимание, «Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона избавитель и отвратит нечестие от Якова». 27 стих, «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Это очень чрезвычайные, важные тексты Писания. Они вновь открывают тайну, Павел говорит, «Не хочу вас оставить, братья, в неведении, о тайне сей». И апостол Павел открывает эту тайну о будущем Израиле. Интересно, что в 11-26 стих 11 главы он утверждает, «Израиль весь будет спасен». Израиль весь спасется. Каким образом? Благодаря кому и чему? Придет Избавитель от Сиона, Избавитель отвратит нечестие от Якова. И возникает вопрос, когда будет и как это будет? Это подводит нас к еще одному, третьему вопросу, который мы сегодня рассматриваем. А что ожидает Израиль, Иерусалим в будущем? Что ожидает Израиль, Иерусалим в будущем? Дело в том, что пророки говорили о важности, о городе Иерусалима в конце времен будет занимать особое время в истории всего человечества. И пророки говорили, что Иерусалим будет центром всей земли. И будут обращаться внимание и абсолютно сегодня уже подтверждаем и видим время и события, что он поистине является тем центром, теми часами библейскими, на которым обращаются внимание и христиане, и не христиане. Почему? Потому что Господь провозгласил в день, когда Он въезжал в Иерусалим, ибо, сказываю вам, не увидите Меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Это очень важная деталь в этом событии. При каких обстоятельствах это произойдет? Я хочу сказать, братья и сестры, что обстоятельства, о которых Иисус Христос говорил в 39 стихе произойдет при очень и очень трагических обстоятельствах Израиля. Никогда еще в истории всех страданий, что пережил Иерусалим, не было подобного. О чем идет речь? Я приглашаю для этого открыть с вами книгу пророка Захарии. Братья и сестры, если у вас с собой Библия, прошу вас, чтобы вы открыли. 12, 13, 14 главы. Они чрезвычайно важны. Мы обратим внимание на некоторые стихи из этих глав. 12, 13 и 14 глава. Если у вас книга пророка Захария открыта, перед вами сразу видно. 12, 13 и начало 14 главы. Я прочитаю книги пророка Захарии из 12 главы первых три стиха. Пророческое слово Господа об Израиле. Господь, распростерший небеса, основавший землю, образовавший дух человека внутри него, говорит, «Вот я сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен. Все, которые будут поднимать его, надорвут себя и соберутся против него все народы земли». Братья и сестры, о чем идет речь? Речь идет о самой последней войне, которая когда-либо происходила на этой земле. Речь идет о том, что последняя война, это будет Армагеддонская война. И чем она очень знаменательна? О том, что это не просто будет, знаете, война против государств, народ на народ. Братья и сестры, нет. Предводителем одной стороны будет Антихрист, и он соберет против Иерусалима, против Израиля, как написано, все народы. Ну так, по некоторым подсчетам, богословам, около двух миллиардов людей соберется против Иерусалима. С другой стороны, кто будет противостоять этой страшной армии? Сам Господь Иисус Христос. Сам Господь Иисус Христос будет противостоять этой армии. Братья и сестры, мы уже с вами сегодня вспоминали осаду Иерусалима в 70-м году, когда император Тицц римской армии вот пять месяцев держал. Ничто подобного не может быть сравнимо. Обратите внимание, это будет одновременно страшное время для Иерусалима и одновременно величайшим благословением. О благословении говорим немножко чуть позже. Почему страшное? Обратите внимание на 13-ю главу книги Захарии, 8-й, 9-й стих. «И будет по всей земле, говорит Господь, две части на ней будут устреблены, вымрут, а третья останется на ней». «Две части на ней будут устреблены, вымрут, а третья останется на ней». 9-й стих. «И веду эту третью часть в огонь и расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя мое, и я услышу их и скажу, и скажу, это мой народ». И они скажут, «Господь, Бог мой». Братья и сестры, в 70-м году в осаде Иерусалима погибло около 500 тысяч евреев. Сегодня в Израиле проживает чуть меньше 9 миллионов. В 21-м году была перепись 8 где-то больше миллионов. Обратите внимание, что произойдет, сколько погибнет людей. Две части на ней будут истреблены. Посчитайте приблизительно. Можете себе представить маленький Иерусалим, Израиль, около 2 миллиардов вокруг. И что произойдет? Произойдет страшное. 14 главу читаем. «Вот наступает день, Господень, разделят награбленные у тебя среди тебя. И соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграбленные будут дома, обесчещены будут жены, и половина города пойдет в плен, но остальной город не будет истреблен из города». Вы скажете, а в чем же благословение в этой страшной, страшной катастрофе? Хочу обратить внимание на 12 главу, братья и сестры. В самое трудное время для Иерусалима, для Израилева произойдет нечто удивительное. Исполнятся слова Иисуса Христа, которые Он сказал, когда Он въезжал в Иерусалим. «Не увижу вас, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». Обратите, пожалуйста, внимание, как в Библии открыта 12 глава, 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима и залют дух благодати и умиления, и они возрят на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об Единородном Сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гедодримова в долине Мегидонской. И будет рыдать земля каждое племя особо, племя дома Давидова особо, жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Семионова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, жены их особо». Братья и сестры, эти стихи дают нам потрясающую картину. Дух благодати сойдет и начнется всеобщее покаяние. Часть погибнет, большая часть погибнет, но та часть, которая останется, начнется массовое национальное покаяние людей. Почему? Потому что узрят Господа. Каким образом? Обратите внимание, 14 глава, и станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большую долиною, и половина города дойдет к северу, а половина к югу. Помните, я говорил, что вот это чувство, состояние, что что-то не закончено, если, братья и сестры, вот оно где будет развиваться в Иерусалиме и в народе израильском. Я не знаю, почему такой ценой, братья и сестры, у Бога будет достигать цели, но обратите внимание, не только произойдет величайшее покаяние, но 13 глава начинается от книги пророка Захарии, пишется так, «В тот день не только произойдет покаяние, но в тот день откроется источник дому Давидову и жителями Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Бог даст полное спасение, откроется источник для омытия нечистоты греха для всего народа. И поэтому, когда апостол Павел говорит, таким образом остаток будет спасен, цель будет достигнута, и это очень важно. Интересно, что апостол Павел в послании к римлянам говорит 11 глава 26-27 стихи, «И так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечесть от Иакова, и сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». Братья и сестры, трудно даже читать вот эти все места, тексты. Трудно даже представить, каким образом это все будет происходить в реальной жизни, когда будет вот эта битва Армагеддон. Но среди всего этого ужаса, мрака, крови, страданий и смерти будет происходить чудо, будет происходить очищение, будет происходить спасение. Братья и сестры, и хочу закончить свою проповедь на самой лучшей нотке. И отношение Иисуса Христа с Иерусалимом не заканчивается. Книга Откровения, когда мы читаем, помните, Книга Откровения, Иоанну показывается особый город, который сходит с Бога, как с Киньей. И как он называется, этот город? Иерусалим. Бог назвал город Иерусалимом, город мира. Это будет особый город, не тот город, который сегодня. Это город, который создал Господь, который пригласит туда церковь свою, спасенный остаток, помилованный, прощенный. Это будет, братья и сестры, символ вот этой любви Иисуса Христа. И написано, что посреди там светильник не будет. Почему? Потому что Агнец будет посредине. Иисус Христос как Агнец, как светильник посреди этого города будет во веки веков. Поэтому то, что Господь был отвержен в Иерусалиме в день Его посещения, это была трагедия для народа израильского. Но Бог не оставил, не покинул. Бог любит народ. Бог продолжает работать, сегодня собирает. Бог произведет величайшую победу над врагами, которые окружат Иерусалим. Даст покаяние, спасение и очищение всему народу израильскому. И когда закончится земная жизнь, вся история земли, то Бог пригласит спасенных в свой небесный Иерусалим для вечной славы, для вечного торжества с Ним во веки веков. И за это давайте мы в кратких молитвах поблагодарим нашего Господа. Аминь. Помолимся. Спасибо. 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 Спасибо.